Экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева обвиняют в незаконном освобождении известного вора в законе. Сам бывший глава государства вину не признает и даже отказывается являться на суды. Ранее Атамбаев уже заявлял, что он не желает участвовать в той игре, которую предложили, собственно говоря, власти. И ту роль, которая ему отведена в этом уголовном деле. Турция расширяет спецоперацию в Сирии. Посол этой страны в Таджикистане разъясняет в нашей программе, почему, по мнению Анкары, курды не имеют права на свое государство. За последние 48 часов десятки тысяч людей покинули свои дома в результате эскалации конфликта в северной части Сирии. Волонтеры из Алматы помогают малоимущим детям учиться. Находят, чинят и дарят им компьютеры. За три года работы из частной инициативы дело нашего героя превратилось в благотворительный фонд. Я не могу много играть на компьютере, да и не буду играть. Он мне нужен для учебы. Больше ничего и не надо. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время. Азия» в Бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. Алмазбек Атамбаев отказался приезжать на свой собственный суд. Бывшего президента Кыргызстана обвиняют в соучастии в незаконном освобождении известного вора в законе. По словам его адвоката, политик решил игнорировать и следующее заседание. Ситуацию юрист называет правовым вакуумом. Кроме того, что само задержание Атамбаева он называет незаконным, нарушением процедур он также считает и ограничение времени на изучение уголовного дела. Подробнее Чебек Бегалиева. Этот судебный процесс уникален не только потому, что один из обвиняемых бывший президент Кыргызстана, но и потому, что Алмазбек Атамбаев наотрез отказывается участвовать в заседаниях. Ранее Алмазбек Шашинович Атамбаев уже заявлял, что он не желает участвовать в той игре, которую предложили, собственно говоря, власти для Алмазбека Шашиновича. То есть и ту роль, которая ему отведена в этом уголовном деле на основании нарушений Конституции и законов Кыргызской республики. В итоге заседание, которое пришли освещать десятки журналистов, длилось всего несколько минут. Конвой не привез Алмазбека Атамбаева. Заседание перенесено на 14 октября 14 часов. Что будет, если Атамбаев откажется явиться и на следующее заседание прокуроры ответить не могут. Адвокат бывшего главы государства называет ситуацию правовым вакуумом. Юрист объясняет, что его подзащитные используют свое право выражать протест в суду. Само заключение Атамбаева под стражу слесарев считает нарушением Конституции. Экс-президент Алмазбек Шашинович Атамбаев в этом преступлении, или как это говорят, о котором говорят в прокуратуре, не имеет никакого отношения и не причастен. И вообще само преступление, оно под сомнением, по документам и по материалам дела. Бывшего президента Кыргызстана обвиняют в том, что во время его правления власти выпустили из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева. Ему поставили смертельный диагноз, после чего вор в законе прямиком из тюрьмы на частном самолете улетел в Россию. Виновина Атамбаев или нет, определит суд. А я дала свои показания. Если сейчас расскажу детали, то нарушу подписку о неразглашении. Бывший генпрокурор тоже проходила обвиняемая по этому делу, однако она и еще 13 человек согласились сотрудничать со следствием. Проще говоря, они дали показания против других лиц. В итоге обвинение в незаконном освобождении вора в законе предъявили бывшему президенту страны, бывшему генпрокурору, экс-советнику главы госслужбы исполнения наказания и бывшему директору больницы, где Азизу Батукаеву поставили смертельный диагноз, который позже оказался сфабрикованным. Сегодняшнее заседание было пока предварительным. На нем должны были рассматриваться вопросы, связанные с организацией процесса. Поэтому оно проходило в закрытом режиме. Как будут проходить следующие слушания и вообще будут ли они сейчас пока, непонятно. В Узбекистане толпа устроила сама суд. Над двумя мужчинами их обвинили в краже. Инцидент произошел в начале октября в селе Бешкапа Донгаринского района Ферганской области. На этих кадрах видно, как один мужчина бьет кулаком другого сильным ударом по лицу, а рядом разъяренная толпа обливает ведрами с водой лежащего на грязной земле другого человека. После шею одного из предполагаемых похитителей обвязали веревкой, ну а далее провинившихся мужчин потащили волоком по грязной от дождя грунтовой дороге. При этом все это сопровождается бранью и матерными словами. Один из очевидцев рассказал, что двое молодых людей якобы забрались в дом к одному из жителей. Мужчины взяли деньги и убежали. Хозяин это заметил и поднял шум. Сельчане устроили за ними погоню и поймали их в соседнем населенном пункте. Разгневанные жители наказали их на месте. Что случилось с избитыми пока точно неизвестно. В милиции заявили, что подозреваемые в краже задержаны. Однако непонятно, какое наказание понесут их обидчики. Согласно Уголовному кодексу Узбекистана, этот инцидент может быть квалифицирован как умышленное тяжкое телесное повреждение и истязание. Глава пресс-службы УВД Ферганской области заявил, что идет расследование и позже милиция даст свои комментарии. В Харазумской области Узбекистана началась кампания по дискредитации блогерши Нафасатала Шикурова. Ранее местные власти отправили ее на принудительное лечение в психиатрический диспансер. В распространяемых в интернете видеороликах блогершу обвиняют в связях с некими внешними силами, которые через нее якобы пытаются подорвать спокойствие в Узбекистане. Эта кампания началась после того, как сотни узбекистанцев со всех концов мира стали подписываться под обращением к Шавкату Мерзиёеву с просьбой выпустить Алла Шикурова. Кроме того, Комитет по защите журналистов призвал власть Узбекистана отказаться от тоталитарных практик, таких как принудительное заключение журналистов в психиатрическую лечебницу. Тимур Тимаев рассказывает. Двойняшкам Шахло и Лайло сегодня исполнилось три года. Праздник на этот раз пройдет без торта и подарков. В семье Алла Шикуровых смятение. Бабушка или сдерживает слезы, а недавно перенесшая операцию на сердце дедушка, листает газету и пытается отвлечься от тревожных мыслей. Причина такого настроения в семье – арест матери девочек-двойняшек на фасад. Неделю назад ее принудительно поместили в психиатрический диспансер. Родители известной харизмской блогерши не сомневаются, что это было сделано властями, в отместку за гражданскую активность дочери. Помещение моей дочери в психдиспансер произошло из-за мести или руководства области, или областной милиции. Моя дочь является журналистом. В интернете она рассказала о жителях харизма, чьи дома были снесены властями без выплаты компенсации. Закон же позволяет распространять информацию. Никаким противоправным действием она не занималась. Она не приступала к закону. Справедливо ли считать посягающих на чужое имущество хорошими, а защищающих права людей – плохими? Прославившаяся в соцсетях под именем Шабнам, Нафасад Алушукурова по профессии является учителем английского языка. Как рассказывают родители, среди сверстников она всегда отличалась своей активностью. Это и подтолкнуло ее год назад стать блогером. Нафасад выделялась среди других онлайн-деятелей своими прямыми видеотрансляциями в Фейсбуке. Уважаемый Орта Хаджаев, примите этого предпринимателя. Он не может попасть навстречу, он не может вас найти. В своих трансляциях Нафасад привлекало внимание общества к фактам ущемления прав граждан со стороны органов правопорядка. Нафасад также чаще других транслировала пикеты граждан возле зданий министерств и ведомств в Ташкенте. Вот состояние журналистов в нашей стране. Куда моя дочь попала, мечтая о журналистской деятельности. Спасибо журналистам Узбекистана, которые работают в таких условиях. Психиатрический диспансер Нафасад Алушукурову поместили после отбывания 10-дневного административного ареста. Блогершу осудили по статьям мелкое хулиганство, неподчинение сотрудникам правоохранительных органов и создание условий для проведения несанкционированных собраний и митингов. В действительности же она только освещала пеший поход журналиста Махмуда Раджабова и его родственников в Ташкент. В решении суда, по которому Нафасад приговорили к принудительному лечению, приводится заключение психдиспансера. В нем говорится, что у Аллы Шукуровой наблюдаются признаки психопатоподобного синдрома, параноидального синдрома. Мать блогерши отрицает поставленный диагноз и говорит, что дочь упрятали в психушку, чтобы заткнуть ей рот. Это клевета. У нее никаких психических заболеваний нет. Она с высшим образованием окончила университет, преподавала в колледже, в жизни не лежала в больнице. За исключением, когда родила детей в роддоме. Нафасад одинокая мать. Она воспитывает двоих дочерей. Ни от государства и ни от бывшего мужа помощи не получает. В последний раз маленькие Шахло и Лайло общались с мамой почти месяц назад. Девочки очень тоскуют по матери. У берегов Саудовской Аравии загорелся иранский танкер. Тегеран утверждает, что в него попали ракеты, однако подтверждения этому нет. Экипаж судна не пострадал. Ранее США обвинили Иран в атаках на танкер в Армузском проливе и нефтяные заводы в Саудовской Аравии. В середине сентября предприятия были обстреляны с помощью дронов. Ответственные за атаку взяли на себя связанные с Ираном еминские повстанцы Хусито, однако США прямо возложили вину на Тегеран. Иранские власти обвинения отрицают и в случае применения военной силы обещают дать ответ. СМИ подчеркивают, что сегодняшний инцидент с танкерами может привести к еще большей напряженности в отношениях двух стран. Турция не допустит образования нового государства на территории нынешней Сирии и выступает за территориальную целостность южного соседа. Войная кампания под названием «Источник мира» против сил курдского ополчения будет продолжаться до тех пор, пока прилегающие к турецкой границе территории не будут очищены от вооруженных формирований и не будет создана зона безопасности. Об этом сегодня заявил посол Турции в Таджкистане в ходе брифинга для местной прессы. О чем еще говорил турецкий дипломат, посланник официальной Анкары, выслушал Анушер Ванаридов. Операция «Источник мира» будет длиться до тех пор, пока в регионе не останется ни одного террористического элемента, пока полностью не будет обеспечена безопасность турецких границ, пока не будет ликвидировано влияние курдского ополчения, заявил посол Турции в Таджикистане Али Рафат Коксал. Дипломат отметил, что цель военных действий в Сирии не только обеспечение безопасности Турции и ее границ, но и помощь в сохранении территориальной целостности Сирии и недопущение создания какого-либо государства. Дипломат не говорил об этом вслух, но понятно, что речь идет о давней мечте курдского народа – создании собственной страны. Турция не позволит на этих территориях создание другого государства, не позволит создать какое-либо террористическое образование, которое будет нести угрозу Турции. Мы хотим, чтобы все союзники и международное сообщество поддержало наши идеи. Все действия, которые необходимо было провести по международным требованиям, нами выполнены. Турецкие власти не считают свою операцию вторжением на территорию суверенной страны, хотя официальный Дамаск не давал разрешения на ее проведение. У Турции на военные действия нет и мандата ООН. По словам посла, если бы власти Сирии сами могли бы навести порядок, Турция бы не вмешалась. А так, полагают в Анкаре, они имеют полное право на обеспечение собственной безопасности, пусть и на чужой территории. Заодно помогут соседу, пусть даже против его воли. О тех 30 километрах вглубь территории соседа, о которых мы говорим, не означает, что мы там останемся навсегда. Это временное присутствие. Также посол затронул вопрос о боевиках ИГИЛ, находящихся в плену курских ополченцев. По его словам, никто их отпускать на волю не собирается. Это такие оперативные вопросы. Будет неправильно, если я вмешаюсь. В своем выступлении наш президент очень четко дал понять. Те люди, которые находятся в заключении, так и будут сидеть в тюрьмах. Те страны, которые согласятся принять своих граждан на этих территориях, их им отдадут. Турция является членом НАТО и стратегическим партнером США. И поэтому, несмотря на заявление президента Трампа, эти страны всегда смогут договориться и найти устраивающий обе стороны компромисс, считает посол. Так было всегда, уверен дипломат. Пока же США заявили о полном выводе всего контингента из Северной Сирии. Итак, Турция третий день развивает наступление на отряды курского сопротивления. По их позициям наносят удары с применением артиллерии и авиации. Десятки тысяч гражданских были вынуждены покинуть зону боевых действий. Подробностью Александра Касатки. Официально власти Турции утверждают, что хотят создать безопасную зону с сирийской стороны своей границы, в которой не будет курдских ополченцев и куда можно будет переселить сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции. Сегодня турецкие войска окружили два города на сирийской стороне границы – Рас-Аль-Аин и Тал-Абаят. Все это вызвало новую волну беженцев. Мирные курды бегут от военных действий вглубь Сирии. За последние 48 часов десятки тысяч людей покинули свои дома в результате эскалации конфликта в северной части Сирии. И еще сотни тысяч человек подвергаются серьезному риску из-за наступления холодной погоды на фоне активных боевых действий. Турецкая артиллерия и авиация наносят удары прямо через границу. Курдские формирования обстреливают приграничные турецкие города. Обе стороны вооруженного конфликта сообщают противоречивые данные о жертвах и раненых. При этом в заключении в курдских тюрьмах, которые сейчас находятся под турецкими ударами, содержатся тысячи боевиков ИГИЛ. Сегодня на встрече с главой турецкого МИДа генсек НАТО предостерег Анкару от излишнего применения силы. Обеспокоенность заключается в том, что захваченным террористам ИГИЛ нельзя позволить сбежать. В более долгосрочной перспективе международное сообщество должно найти скоординированное и устойчивое решение для борьбы с иностранными боевиками, удерживаемыми в Сирии. Турецкая операция началась после того, как Трамп объявил о готовности вывести американские войска из северных районов Сирии. В Конгрессе США подчеркивают роль сирийских курдов в борьбе против террористов ИГИЛ. Сегодня Госдепартамент США заявил, что против Турции будут введены санкции, если турецкие военные начнут этнические чистки или допустят удары против мирного населения. Однозначно осудить действия Турции отказались как Россия, так и Соединенные Штаты. Мы могли бы сильно ударить по Турции в финансовом отношении, или мы могли бы стать посредником в сделке между Турцией и курдами. Но помните, они сражались друг с другом на протяжении сотен лет. Президента США, коллеги по республиканской партии обвинили в том, что он бросил союзников курдов в тяжелой ситуации. В Брюсселе на следующей неделе состоится саммит Евросоюза, на котором будут обсуждать возможное введение санкций против Турции. Александр Касаткин. Настоящее время. В Москве на 86-м году жизни скончался Алексей Леонов, первый человек в мире, который вышел в открытый космос. Это произошло в марте 65-го. Миссией 2 не закончилась трагедией. Раздувшийся скафандр не давал астронавту вернуться на корабль. Но Леонов справился с внештатной ситуацией. За успешное выполнение миссии ему присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Уже в 75-м году Леонов совершил второй полет в космос. Тогда впервые в мире провели стыковку кораблей двух стран. Космонавтам были посвящены почтовой марке разных стран. Его именем назван аэропорт в Кемерве. Планетарий в Казани, улицы в разных городах России. Прощание с Леоном состоится 15 октября на военном мемориальном кладбище в Матищах. Смотрите далее в нашей программе. Волонтеры из Алматы помогают малоимущим детям учиться. Находят, чинят и дарят им компьютеры. За три года работы из частной инициативы дело нашего героя превратилось в благотворительный фонд. Я не могу много играть на компьютере, да и не буду играть. Он мне нужен для учебы. Больше ничего и не надо. Из Ирака вернули на родину 64 узбекистанских ребенка. Самолет приземлился сегодня рано утром. Об этом сообщил посол Узбекистана в США Евлон Вахалов. Среди детей 39 мальчиков и 25 девочек, в том числе 14 детей младше 3 лет и 2 младенца. Вахалов отметил, что операцию по возвращению курировал лично президент Узбекистана Шавкат Мерзиоев. Родители большинства детей уехали в Ирак и Сирию, чтобы присоединиться к боевикам радикальной группировки исламского государства. После разгрома ИГИЛ они либо погибли, либо попали в плен и были отправлены в лагеря и тюрьмы на длительные сроки. В мае этого года Узбекистан в рамках аналогичной гуманитарной операции вернул домой из зоны конфликта на Ближнем Востоке 156 граждан. В пресс-службе президента тогда заявили, что всем вернувшимся создадут все необходимые условия для нормальной мирной жизни и интеграции в общество. Подобные операции по возвращению людей ранее провели Казахстан, Таджикистан и другие страны постсоветского пространства. Поистине историческое событие. В минувший четверг иранским женщинам впервые за 40 лет позволили посетить футбольный матч мужской сборной страны. О том, как это было, расскажет Роман Чуриков. «Живи и люби футбол» написано на стене в этом спортивном баре в Тегеране. Во многих других странах мира эти кадры никого бы не удивили, но в Иране такое еще несколько лет назад представить было очень сложно. В одном зале понаблюдать за матчем собрались и мужчины, и женщины. Причем все сидят вместе. Никакой дискриминации. Впрочем, для жительниц Исламской Республики это единственная возможность посмотреть футбол в большой компании. Если не считать фан-зоны в торговых центрах. Ведь на стадионы, на игры мужских команд их не пускают вот уже 40 лет, с момента революции 79-го года. Самым отчаянным болельщицам под страхом тюремного наказания приходится просачиваться на арены в мужской одежде. Но это совсем скоро изменится. Уже завтра, 10 октября. Об этом объявил глава FIFA Джанни Инфантино. Мы больше не можем ждать. Власти Ирана заверили нас в том, что следующую международную игру сборной этой страны смогут посетить и женщины. И это очень важно. Такого, за редкими исключениями, не было вот уже 40 лет. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Слова высокопоставленного швейцарца подтвердили и в правительстве Ирана. Там не уточнили, почему решили поступиться принципом, которого придерживались почти полвека. Не исключено, что свое влияние оказал трагический инцидент, произошедший в сентябре. Тогда активистка подожгла себя перед грозившим ей арестом за посещение футбольного матча. Мы полагаем, что теперь женщинам можно посещать стадионы. Но уверен, что вы прекрасно знаете о том, что это решение обеспокоило некоторые слои нашего населения. Некоторые слои населения – это религиозные ультраконсерваторы. Причем обоих полов. В понедельник они провели пикет у здания правительства в Тегеране, выкрикивая «Аллах велик!» и требуя отставки министра спорта. В четверг, когда сборная Ирана встретится с командой Камбоджи в рамках отбора на чемпионат мира, они пообещали устроить такой же митинг у стадиона. Житель Алматы вот уже третий год бесплатно раздает компьютеры детям о Равиле Насифулине. Мы уже рассказывали в нашей программе больше года назад. Тогда его благотворительная деятельность только начиналась. Сегодня количество подаренных компьютер выросло в 10 раз. Равилю рассказал нашему корреспонденту Шалпану Разбековой о том, как изменилась его жизнь. Равиль Насифулин в прошлом IT-специалист, поэтому с компьютерной техникой он на «ты». Равиль чинит и собирает старые процессоры, приводит в порядок клавиатуры и мониторы. Затем полный комплект везет детям из малобеспеченных семей. У меня ежемесячно, ну, в принципе, по плану, я всегда планирую 20 компьютеров в месяц, но выходит больше, по идее. Идея дарить детям бесплатные компьютеры Равилю пришла еще в 2017 году. Старые комплектующие ему привозят обычные люди. Иногда что-то отдают фирмы. Год назад на его счету было чуть более 20 подаренных компьютеров. Сегодня ему благодарны уже 265 семей. Сейчас Равиль свою деятельность зарегистрировал как общественный фонд. С основной работы уволился. Правда, признается, нынешнее занятие, хоть и любимое, но отнюдь неприбыльное. Надеется, что такое положение окажется временным. Вот себе задачи такие вот, ну, постоянно пишу, так сказать. Вот тут у меня основная задача, постоянным пунктом висит вот подумать и найти способы заработка для обеспечения фонда. Вот, к примеру, это у меня ежемесячный лед. Я вот специально с правой стороны повесил, чтобы знать об этом. Да, напоминать. Наш герой в день развозит по три компьютера. Почти каждый день. Списки ему предоставляют волонтеры. Но прежде чем встретиться с конкретной семьей, он проверяет, действительно ли они относятся к категории нуждающихся. Хотя бы монитор. Монитор, в принципе, легкий. Спасибо. Сейчас подключить есть где? В этой семье шестеро детей живут в строительном вагончике. Спят восьмером в одной маленькой комнате. Этот подарок для старшей дочери-школьницы. Для остальных детей компьютер вместо телевизора, который в этом доме давно не работает. Я не могу много играть на компьютере, да и не буду играть. Он мне нужен для учебы. Больше ничего и не надо. К сожалению, не каждая семья рада видеть съемочную группу. Кто-то стесняется. А подростки в таких семьях предпочитают не афишировать свое социальное положение. Боятся насмешек со стороны сверстников. Лишь немногие готовы поделиться своей радостью. Сами родители в таких семьях не могут обеспечить ребенка компьютером. А как дети рады. Со вчерашнего дня ждут. Прыгали тут от радости. Даже говорят, можно мы в школу не пойдем, чтобы встретить Равиля. Для самого Равиля главное оказать помощь и получить письменное подтверждение для отчетности. С этим у него очень строго. А все потому, что среди тех, кто просит помощи, иногда могут оказаться не совсем добросовестные люди. Несколько раз меня обманывали. В каком плане? То, что приезжаешь в семью, она вроде как, у них говорили, что малоимущая, а приезжаешь, они немалообеспеченные. Там коттедж, машина, дома и телевизор, и по два холодильника стоят. Сегодня в офисе Равиля около 50 старых компьютеров и ноутбуков. В ближайшее время он намерен подарить уже отремонтированную компьютерную технику маленьким пациентам онкологических клиник. Со своей работой Равиль пока справляется. Ему нравится то, чем он занимается сейчас, в этом его поддерживают близкие. Но помощь, говорит Равиль, все же нужна. Например, в развозе техники. Путь зачастую лежит в отдаленные районы. А в следующем месяце Равилю предстоит поехать и вовсе в другой город. Шелпану Розбекова, Павел Ингельгард. Настоящее время Азия, Казахстан. Власти Казахстана в очередной раз официально разрешили четырем шейхам из Объединенных Арабских Эмиратов и Катар охотиться в казахстанских заповедниках. Охоту с помощью соколов им можно будет вести в октябре и ноябре текущего года. Постановление об этом подписал премьер-министр страны Оскар Мамин. Этот документ разрешает арабским шейхам добыть в общей сложности 276 дров красоток в различных заповедниках и заказниках Казахстана. Постановление обязывает руководитель этих регионов оказать необходимое содействие в организации охоты, а таможене оформить ввоз в Казахстан ловчих соколов. За каждую добытую птицу арабские гости заплатят Казахстану 1700 долларов. Отмечу, дрофа красотка занесена в Красную книгу Казахстана как вид, который находится под угрозой исчезновения. Несмотря на это, власти Казахстана уже много лет подряд разрешают шейхам охотиться на этих птиц. Сегодня эти двое рассекают по городу так же, как и в 1989-м. Только тогда Путин преграждала Берлинская стена. И они закидали ее коктейлями Молотова. Стена была извращением, это совершенно ясно. Надо признать, что их считали врагами. Было непонятно, что произойдет дальше. Руководство утратило контроль. Я больше не могу здесь оставаться. Я должен вернуться любой ценой. Хотите пойти туда, где каждый день взрывают и разрушают дома? Где дети теряют конечности? Где люди погребены под обломками собственных разрушенных домов? Где дети?